Пусть эта ёлочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас Радует, радует нас Всем привет! Я Леонид Кузнецов, автор сайта Авто и не только.ру Сегодня я решил записать видео поздравления с Новым Годом Для всех своих друзей, для всех своих коллег Ну и для всех, кто увидит этот видеоролик И, соответственно, в новогоднем поздравлении Я заодно расскажу о том, какая необычная ёлочка украшает мой дом в этом году Ну, если честно, то ёлку к Новому Году я не наряжал уже очень давно Лет 25, а то и 30 Ну, как-то хватало и радости, и веселья без ёлок А всё-таки наряжать ёлку это достаточно суматошное занятие Но в этом году как-то вот тортнул меня Неожиданно, что я хочу ёлку Да-да, примерно вот так вот Ну и, естественно, какая ёлка может украшать дом автомобильного журналиста Естественно, это должна быть ёлка в автомобильном стиле Но обыгрывая название моего сайта в стиле авто и не только Чем наряжать такую ёлку? Вспоминая замечательный мультфильм «Зима в Простоквашино» Наряжать ёлку можно всем чем угодно А у нас на чердаке много вещей старинных есть Давайте им ёлку наряжать Но чердака у меня в квартире, естественно, нету Зато есть куча всяких сувениров Которые я получал и на выставках, и на пресс-конференциях, и на презентациях Все эти сувениры, так или иначе, у меня были разложены по всяким разным коробочкам Ну и, в общем-то, я все их собрал И оказалось, что ими можно нарядить ёлку Потому что есть множество всяких и флешек И подвесок, и брелоков Есть ещё вот такие замечательные штуки Вообще все говорят, что это для того, чтобы успокаивать нервы Но больше они похожи на кистевые эспандеры Но, как видите, вот из них тоже получились Весьма замечательные игрушки на такую необычную ёлку И давайте я расскажу сейчас о том, какие же, собственно говоря, игрушки Украшают мою ёлку Поехали Значит, вот такая вот штука для успокоения нервов от КамАЗа Фургончик, по-моему, это в прошлом году Было на выставке Контранс Значит, есть вот такой вот замечательный, опять же, брелок С Московского международного автомобильного салона Аж 2008 года Если его раскрыть, там вот внутри есть открывалка для бутылок Очень полезная штука Сам брелок в виде автомобильчика Так, дальше у меня вот такой вот специфический шарик Это была презентация фирмы Nissan Новый автомобиль на нашем рынке В этом шарике находился сложенный дождевик Такой шарик-контейнер Ну, я решил, что на ёлке ему самое место Год красный обезьянный, шарик красный Тем более на нём логотип Nissan Самое место ему на этой ёлке Дальше Вот такая вот машинка С прищепкой На самом деле Это подставка для визиток на стол Такая достаточно оригинальная Потому что основание подставки Это машинка с краном С краном-манипулятором Unique Компании Furukawa Собственно, на этом стенде её и вручили Ну и попутно в кабину этой машины Вставляется прищепка В неё можно по визитке Закрепить и поставить себе на рабочий стол Плюс ко всему, если эту машинку оттянуть назад Она достаточно резво поедет вперёд Оригинальная штука Тем более, что замечательно Она этой прищепкой цепляется за ветку ёлки Дальше Фестиваль автобусов в Коломне Опять же, вот такой вот кистевой эспандер Замечательный В виде фирменного символа этого фестиваля Тоже очень классно смотрится на ёлке Дальше с этой стороны у меня висит уровень С логотипом компании Liebher Лидер по производству строительной техники во всём мире Ещё один кистевой эспандер Мусоровоз Компании НТМ Это, если не ошибаюсь, получил я его на выставке Wastek Флешечка вот такая вот силиконовая, замечательная С грузовичком Мерседес Это уже Комтранс этого года На таких флешках удавалась пресс-информация Здесь у меня висит подвеска на ремень от Scania Значит, здесь Offroad Это, соответственно, подвеска посвящена грузовикам этой компании Модельного ряда Offroad Совершенно замечательные внедорожные такие Правильные грузовики, которые ездят везде Так, здесь небольшой такой маленький-маленький металлический брелок для ключей В виде сидельного тягача компании MAN Здесь у меня висит брелок-рулетка компании Нижегородец СТ Нижегородец Не помню, в каком году я его получил Но, в общем, вот так вот все оригинально Сама рулетка выполнена в виде автомобильного колеса И рядом с ней висит вот такая вот подвеска С логотипом Infinity С одной стороны Эта подвеска была в качестве презента На презентации нового Infinity в автоспеццентр Вот здесь, на обратной стороне, как раз, есть все реквизиты этого автоспеццентра Дальше тут внизу висит еще один кистевой эспандер Но это не выставочный Это я получил на какой-то презентации пива Асахи Если не ошибаюсь, тоже был какой-то фестиваль в скорости И там, соответственно, раздавали вот такие вот сувенирчики Очень хорошо он вписался на эту елку Выставка Агросалон Вот такой вот то ли автомобильчик, то ли трактор Кистевой эспандер Отлично Красненький, яркий Здесь силиконовая флешка от компании Havail Компания китайская Как раз тоже выходила она в прошлом году на наш рынок И вот вся пресс-информация была на таких флешках Соответственно, на флешке еще и как бы фирменный знак их топовой модели H8 Еще одна силиконовая флешка от Ярославского моторного завода Выполнена она в виде головки блока цилиндров И, соответственно, здесь тоже надпись EMZ 530 На московском международном автосалоне легковом Мерседес раздавал пресс-информацию Вот на таких вот флешках Которые имеют вид дистанционного пульта управления автомобилем Здесь, соответственно, есть имитация кнопочек И чтобы открыть багажник И чтобы разблокировать двери Но, на самом деле, это флешка То есть, если снять колпачок вот так вот Вот так вот, я не знаю, видно, не видно Будем надеяться, что видно Флешки эти, кстати, были двух размеров И это большая флешка Флешка поменьше висит, если не ошибаюсь, с той стороны Мы сейчас в нее дойдем А, да, вон она как раз висит Вот она, видите Да, вот такая вот флешка Она чуть поменьше Но тоже в виде пульт управления Так, и сразу, если уж мы на их полезли Значит, здесь висит ароматизатор Gazel Business Соответственно, когда была большая презентация Gazel Business Вот, в числе заводских сувениров Были такие ароматизаторы Флешка Флешка с московского автосалона Ford EcoSport Силиконовая флешка Так вот, полам разнимается Все отлично Еще одна флешка Флешка фирмы Caterpillar Всемирно известная фирма По выпуску строительной техники И не только там строительная техника У них есть подразделения Но был у них юбилей Сто лет на российском рынке И к этому юбилею они сделали Такую флешку в виде Бульдозера-рыхлителя Она еще была в такой фирменной Замечательной коробочке Ну и флешка тоже суперская Силиконовый брелок От группы ГАЗ С изображением автомобиля Урал Здесь, на этом брелоке Урал 4320 О чем, собственно говоря И свидетельствует надпись На задней стороне этого брелока Чуть ниже висит Брелок для ключей От компании Scania Здесь замечательный Фирменный знак Это грифон В синим треугольнике Так, вот на этой вот веточке Висит брелок КАМАЗа Здесь с одной стороны фотография КАМАЗ 5308 С другой КАМАЗ 5490 И рядом с ним Вот такая вот флешка Она очень тяжелая Полностью металлическая В виде легкового автомобиля А преподнесла ее На одном из своих мероприятий Компания МВО Здесь внизу на елочке Висит брелок Который дарили на презентации Обновленного Skoda Yeti Yeti, как всем известно Это снежный человек Брелок сделан в виде следа Этого снежного человека А рядом брелок Компания по производству Полуприцепов Кэсбера Очень известная компания Так, давайте Я вот так и перейду Так, чуть выше висит Вот такой вот бумажный Автобус Хайджер Или Хайгер Как его правильно Китайский автобус На фестивале автобусов В Коломне В 2015 году Презентовали Новую Хайгеровскую модель Соответственно Под это дело Сделали вот такой вот Бумажный автобус На самом деле Это такая выкройка Бумажная Ее нужно складывать И в результате Получается Вот такой вот Замечательный автобус Да, такие сувениры Все разбирали Для своих детей Чуть выше Висят два брелока Значит, этот брелок От фирмы Ивановец Ивановский автокран Брелок-рулетка И за ним Металлический брелок Просто с фирменным знаком Французской компании ПДО Компания делает такие Смешные реплики Так, на этой веточке У меня висит подвеска Для телефона Вольво Висит вот такой вот Брелок Брелок-фонарик Газель Бизнес Значит, если его вот так вот сдавить У этой газели бизнес Загораются фары Не знаю, видно, не видно Надеюсь, что видно Чуть ниже висит брелок Компания Терекс РМ Терекс Занимаются они выпуском строительной техники Поэтому, собственно, сам брелок В виде строительной каски Так, дальше Еще один Кистевой эспандер Кистевой эспандер От русских автобусов Группа ГАЗ В общем-то эспандер Можно сказать Уже раритетный Потому что Это автобус ЛиАЗ Так на нем Впереди и написано ЛиАЗ Но, как вы знаете С этого года Все автобусы Группа ГАЗ Идут Под единым брендом И Надпись ЛиАЗ На лобовых частях На проспектах Вообще Как таковые эти логотипы Они стали частью истории Уже Но вот зато остались Вот такие вот Напоминания о том Что завод когда-то Сам под своим Обозначением работал Здесь вот висит Замечательный совершенно брелок Брелок-фонарик Горит зеленым светом Чем он замечательный? Это брелок Кременчугского Автозавода Ну, к сожалению Сейчас Завод переживает Не лучшие свои Времена Завод расположен В Украине Замечательный завод Делает тяжелые грузовики Когда-то был участником Всех крупных Выставок в Москве И СТТ И Комтранс Но Я очень надеюсь Что мы еще раз Встретимся с ребятами С КРАЗа И увидим И увидим Их замечательная машина Так, дальше Здесь у меня висит Такой-то ароматизатор От Юника Ароматизатор Выдавался В комплекте Вот там уже Я показывал прищепку Для визиток Здесь висит Фонарик Указка От Липхера Ну, вот так, правда Может быть Не очень заметно Да, на нем написано Липхер И вот так вот Если кнопочку На нем нажать Фонарик Загорается Замечательным Вот таким вот Синим цветом И можно подсветить Все что угодно Ай-яй Бал Ладно Повесим Еще раз Так, ну По мерседесской флешке Я уже говорил Это флешка В виде пульта Дистанционного Пульта управления Автомобилем Так, здесь Силиконовая флешка Коломна Мир автобусов Вот один эспандер В виде Вот такого вот Забавного Пузатникового автобуса Висит С той стороны Еще один Висит Вот там вот Под той веткой Ну и еще заодно У меня есть и флешка Которая напоминает Об этой замечательной выставке Которая, кстати говоря Состоится и в 2016 году Так что ждем всех там Дальше здесь Вот такая вот Замечательная флешечка Которая тоже Можно сказать уже Свидетельство истории Вот, пардон Не флешечка А вылетчик Вот так Дзин-дзин-дзин Она даже с фиксатором Там есть кнопочка Если на кнопочку нажать Рулетка начнет сворачиваться С чем она такая Замечательная На ней логотип Ее мобиля Даже не первого Ее мобиля А ее кроссовера Был я, Дмитрий На покатушках Этого ее кроссовера Когда его впервые Представляли Широким массам Ну и вот Где теперь ее кроссовер А Сувениры Связанные с ним Вот один из них Теперь висит На моей Новогодней елке Так, здесь Открывалка для бутылок Бельгийская компания Фейманвиль Выводили они на наш рынок Тяжелые Полуприцепы Трейлера Трала Они назывались Серия называлась Макс И как раз Вот здесь Помимо логотипа Компании Здесь еще Вот Обозначение Что это Трейлер Макс Еще одна рулетка Рулетка В виде грузовика И таких фиксаторов Правда нету Сама по себе Но Логотип На рулетке Международная Транспортная форма Три или четыре года Этот форум Проходил Осенью В выставочном центре Кропус Но потом Что-то не заладилось И форума больше нет Опять-таки Вот остались Такие вот Артефакты Связанные с ним Здесь на ветке Висит Вот такой вот олень Значит Это ароматизатор Ароматизатор связан С маслом Компании Shell Масло Хеликс И соответственно Разыгрывалась Поездка В Южную Африку И К анкетам Потенциальных Участников Прилагался Вот такой вот Ароматизатор Чуть ниже Брелок Фирма Сахин Фирма Выпускает Различные Виды Цистерн Соответственно Брелок Выполнен В виде тягача С полуприцепом Цистерны Здесь еще Один Эспандер Такой вот Синенький Очень похож На Volkswagen Жук С надписью Автолокатор Даже не знаю По-моему Это Какой-то Продукт Который рекламировала Какая-то Компания Ну Автомобильный В общем-то Такой Видок У него Пусть висит Здесь Флешка Пластиковая Флешка От НПУ Мобильной Клиники Очень известная В своих Кругах Нашей Российской Компании Которая Занимается Выпуском Всяких Медицинских Комплексов Больших В частности Они делали Для Олимпиады В Сочи Два Замечательных Полуприцепа На одном Стояла Установка Для Магнито Резонансной Томографии А на другую Для обычной Компьютерной Томографии В общем Достаточно Уникальный Полуприцеп И вот На той Выставке Как раз Давали Такие Замечательные Флешки Брелок Брелок Рулетка От Чешской Компании Татра Чуть Подальше Его плохо Видно Что Такой Листочек Желтый Листочек Это Ароматизатор С Логотипом Выставки Нефть и Газ На Этой Веточке Висит Брелок Фонарик Ладо Веста Он Так Что-то Фонарик Уже Не работает Нет Работает Это Вообще Одно Из последних Поступлений Потому Что Вот Как раз В ноябре Была Эта ночь Продаж Ладо Веста Дальше Еще Один Вот Такой Ромбик Ромбик Рулетка Это Подарок От Фирмы Поштехника Из Ташка Один Из Старейших Производителей Пожарной Техники На территории России Так Что у нас Тут Еще Так Ну Вот Так Вот Автобус Беленький Это Опять же Кистевой Эспандер От Группы Газ Правда Впереди Никаких Логотипов Нет Хотя Автобус Достаточно Древний Рядом С ним Висит Брелок От Компании МАЭМ Массивный Металлический С одной Стороны Три Известных Буквы А С другой Вот Такое Рельефное Изображение Символа Компании Льва Обзор Украшений На моей Елочке Подходит К концу И Сейчас Я хочу Обратить Ваше Внимание Вот На такое Вот Замечательное Песочное Печенье Печенье Ручной Работы Одна Из сторон Его Выполнена В виде Глазури И на ней Изображение Пожарной Машины Таким Замечательным Печеньем Угощали Посетителей Выставки Комплексная Безопасность 2015 На стенде Компании Спецтехника Пожаротушения Ой-ой-ой-ой И в В творческом Порыве Я забыл О двух Игрушках Которые Еще Висят На моей Ёлке Справа Это Силиконовый Брелок Бескапотного Самосвала Урал Модель 63685 А с противоположной Стороны На задней Ветке Замаскировался Еще один Отвес На этот Раз Это Отвес С логотипом Фирмы Акар Фирма Занимается Выпуском Кранов И кранов Манипуляторов На Автомобильном Шасси Так Ну а теперь Я хочу Рассказать О Не автомобильных О традиционных Игрушках Ёлочных Которые На моей Ёлке В этом году Мама Когда увидела Как я нарядил Ёлку Она говорит А я что-то Не захотел Обычными Игрушками Нарядить Я говорю Ну вот Вот так Вот хочу Но мама Все равно Достала Старые Ёлочные Игрушки Которыми Наряжали Ёлку Когда я Еще был Вот такой Вот Ну и Соответственно Начала мне Все это показывать Доставать Говорит Смотри Какая Допустим Замечательная Шишка Она прям Как светофор А я посмотрел А действительно Похожи на Светофор Красный Желтый Ну здесь Немножечко Зеленого Немножечко Синего Я подумал Да нормально Нормально Такая Шишка Светофор Классно Выглядит А потом Смотрю Рядом Лежат Три шарика Одинаковую По размеру И Ну точно В цветах Светофора Красный Желтый Зеленый Ну и Соответственно С маминой Подачей Эти шарики Тоже Отправились На елку Так что Вот теперь На елке Есть еще Такой Светофор По моему Очень здорово И Теперь давайте Посмотрим Наверх Естественно Автомобильную Елку Должна Венчать Необычная Макушка А тоже Автомобильная И вот 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 На моей Елочке Это Логотип Моего Сайта Авто И не только Ру Если бы У меня Было Немножечко Больше Времени Если бы Я решил Наряжать Елку Не за Несколько Дни До Нового Года Конечно Я сделал бы Его поаккуратней Но Сейчас Не судите меня Строго Что выросло То выросло Тем не менее Елка Не осталась Без макушки И вот 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 Такой Замечательный Логотип Мой сайт Авто И не только Ру И Наверху Прям Вот Этот Логотип Примастился Значит Ну а Поддерживать Его Вот такая Вот Прищепка То ли Дед Мороз То ли Санта Клаус Поэтому Дед Морозу Лет уже Лет 20 Точно есть Но вот Дождался Он все-таки Слева часа И Попал На елку Год Грядущий Год Обезьяны Поэтому Естественно На елке Должна быть И обезьяна Вот она Сидит Маленькая Обезьянка Это Фигурка Из керамики Которая Мне подарили Очень Очень Давно Но В этом году Я решил Сделать Из нее Елочную Игрушку Приклеил На Прищепку Обычная Прищепка Купленная В хозяйственном Магазине Получилась Вот такая Замечательная Улыбающаяся Обезьянка На ветке Ее год Так что В общем-то На дерево На дерево Так Пожалуй Все с елкой Но Но Интересная У меня И автомобильная Не только На самой елке Но и Под елкой Обычно Под елку Ставят фигурки Деда Мороза Снегурочки Ну и естественно Елка Автомобильная Поэтому У меня Под елкой Два Медведя Один из этих Медведей Это Новый Логотип Машиностроительного Завода Тональ Каждый год В апреле Завод Проводит Большую Пресс-конференцию Для журналистов Там показывают Новинки Ну а в этом году Еще и Завод Поменял свой Логотип Теперь Фирменный Логотип Завода Это Вот такой Мишка С поднятой Лапой И соответственно Всем Присутствовавшим На этой Пресс-конференции Вручаю Вот такие Подарки Это Вырезанные На Недавно Купленном Заводом Новом Станке Для Лазерного Раскроя Металла Вот Такой Силуэт Медведя Соответственно Внизу Подставочка Так вот Загнутая Уголком Здесь написано Тонар Веб-адрес Тонара Все Блестит Все Переливается Все Отлично Под елку Мишка Так И еще Один Медведь Такого Медведя Вручали На Открытие Нового Дилерского Центра Сузуки Соответственно Центр Открывал Автоцепец Центр Центр В Химках И Мишка Этот Музыкальный Если Ему Нажать На Пузик Он Испомнит Небольшую Песенку Мишка Белая Белая Тоже Сидит У меня Под елкой Все Заканчиваем Про елку Новый год Так что Будем Закругляться И Я Хочу Поднять Этот Бокал Бокал С Глинтвейном Бокал Кстати Тоже Фирменный Ночь Продаж Лада Веста В Техенкоме Вот Такой Замечательный Стакан С Подсветкой Соответственно Когда он Стоит Его Никто Не Трогает Он Не Светится Когда Берете Его В Руки Начинает Светиться А Сейчас Я Поздравляю Всех С Новым Годом Хочу Пожелать Всем Чистых Дорог Свободных Парковок И Зеленых Светофоров И Не Забывайте Заходить На мой Сайт www.avtoynetolka.ru Все Леонид Кузнецов И Сайт Автой Не Только Желает Вам В Новом Году Всего Самого Хорошего Ваше Здоровье Господа Продолж Субтитры